С ними в носке вообще ничего не случится, если не кататься грудью по асфальту. Теперь, после того, как все этапы работы над двумя видами значков остались позади, можно и посмеяться. Но еще несколько дней назад на ювелирном заводе Ермола было не до смеха. Сначала мы делаем общий контур, общий фон. Он будет на самом нижнем. Любое изделие начинается с эскиза и создания 3D-визуализации дизайнера. После создания 3D-модели вырезают тестовое изделие из воска и согласовывают его с заказчиком. После делают форму в гипсе и отливают готовый значок. Если изделие массовое, то сначала изготавливают резиновую форму, с помощью которой получается необходимое количество значков. Мы берем резинку и обязательно надо ее проталькать. Тальк специальный для резинок. Мы его наносим туда для того, чтобы у нас воск не прилипал к резине. Мы сначала отливаем вот такие вот восковые модельки. Потом припаиваем к общему столбу. Это называется елка. Потом, получается, относим в литейку. Там уже формируется, так сказать, форма для заливки металла. Заказ на тысячу значков ювелирному заводу сделала администрация края. Таких елочек понадобится около 15 штук. На каждой здесь 75 заготовок. Все горячие работы происходят почти автоматически. Литейщик лишь следит за действиями машин. Я отливаю полуфабрикатор, собственно, да, из разных металлов в зависимости от задач. В данном случае мы будем длить сегодня бронзу. После значки отделяют от елочки, припаивают к ним крепления и чистят до блеска. И только потом покрывают эмалью. Всего на их изготовление ушло 5 рабочих дней без учета ожидания материалов. А напоминать о великой победе тем, кому сувениры достанутся, будут долгие годы.